Современные люди уже не представляют свою жизнь без наушников. В них мы слушаем любимую музыку, аудио, книги, радио, подкасты, учебные курсы. Работаем, общаемся с друзьями и коллегами удаленно. За последние годы наушники стали доступны практически всем. Но важно, какого качества звук они передают, говорят врачи. Все зависит от того, какую громкость ставите в своих наушниках. Конечно, в идеале носить наружные наушники, не внутренние. Молодежь, которая любит громкую музыку, имеет больше шансов получить акустическую травму, чем пожилые, которые слушают нормальный звук в нормальных условиях. Естественные рок-концерты, когда вы попадаете в шумный зал, когда все грохочет и гремит. И были такие у меня пациенты, которые после акустической травмы на рок-концертах приходили со звоном в ушах, со снижением слуха и даже с потерей слуха. Акустическая травма – это патология во внутреннем мухе. Она может быть вызвана воздействием сильного звукового раздражителя. Это воздействие может быть одномоментным или постоянным, сопровождаться болью или звоном в ушах, которые возникают так же резко, как и появляются. Последствиями травмы могут быть слуховые нарушения в различной интенсивности при отсутствии лечения. Это громкий звук. То есть даже поцелуй в ушко может быть акустической травмой. То есть может появиться сразу звон в ухе и даже вплоть до потери слуха. Не следует этого делать. Акустическая травма – это громкий звук. То есть когда ухо не успевает среагировать, есть специальные механизмы компенсации громких звуков внутри уха. И порой эти механизмы сдают сбой, не успевают среагировать, и возникает поражение внутреннего уха звуком. Продолжение следует...